Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях Евгения Альбац, главный редактор журнала «Венитайн». Здравствуйте, Евгения Марковна. Добрый день, Ольга. Скажите, пожалуйста, как вам история с «Зелёнкой»? В плюс с Навальному или в минус? Ну, безусловно, в плюс. Потому что каждая такая атака до Навального со стороны, неважно кого, оно всё равно... У Навального есть один соперник, и мы знаем его имя. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому каждая такая атака до Навального, говорит, просто показывает, насколько власть его боится. И надо отдать должное, что Навальный, конечно, очень вырос как публичный политик, и он замечательно умеет эти ситуации использовать для продвижения, собственно, так сказать, образа, идей, то, за что он борется и так далее. Он молодец. Ну, тут сейчас опять появятся наверняка версии, что это проект Кремля, что всё так и было задумано. Слушайте, я уже столько раз слышала про то, что Алёша проект Кремля, что надоело даже это оспаривать. Но есть другой вопрос, касающийся митингов вот этих вот антидемонингов, как уже было написано в интернете. Одна из наших слушательниц обратила внимание, что федеральный канал в своих новостях не только проанонсировал предстоящий митинг, но и сообщал точную дату и маршрут следования, тем самым давая понять, что митинг точно состоится. А вот как вы считаете, на самом деле, надо ли действительно проводить митинг, если ответ на его проведение такой невнятный? Я не политик, я не могу вам сказать, надо ли и не надо. А Навальный принимает решение, исходя из той политической целесообразности, которая ему кажется правильной. Он ловит момент. И если вы посмотрите, то только в Ютьюбе фильм о дачах Медведева, или предположительных дачах Медведева, посмотрело уже больше 10 миллионов человек. Уже вышел следующий фильм. Еще примерно 2 миллиона посмотрели ВКонтакте, только на сайте Эхо Москвы посмотрел полмиллиона. Ну вот можно уже представить себе объем. Мы в этом номере New Times опубликовали материал о тех, кто идут работать сейчас на компанию Навального. Совершенно состоявшиеся люди, молодые, но уже с приличными карьерами. Например, одна женщина из Уфы. Она проработала 9 лет в Москве в PricewaterhouseCoopers, а потом уехала в Уфу и работала там в компании Deloitte. Она совершенно спокойно об этом говорит. И она идет работать на компанию Навального. Лилия Чанышева, она сама публично об этом объявила и совершенно под запись нами говорил, как все, собственно, остальные. Потому что, вот, надоело, потому что сил больше терпеть, это совершенно непредсказуемо, и постоянно устраивающие нам по разным поводам сюрпризы власти, просто никаких нет. И потому что людям хочется смены лиц, хочется смены повестки, хочется как-то участвовать в жизни страны, из которой они совершенно исключены. Посмотрите, все решения, все новости, которые мы в последнее время обсуждаем, они все, можно везде вешать заголок. Сюрприз, непредсказуемость. То вдруг депутат Андрей Макаров вдруг вносит поправку, значит, законодательство о налогах, и вдруг, так сказать, люди, которые, как утверждает... Да, находятся под санкциями, да, находятся под санкциями, а это друзья Путина, они теперь вообще ничего не должны, не могут не платить. При этом правительство про этот закон ничего не знает. Тайна, как, откуда он вышел, почему он вдруг появился, как черт из табакерки он появился. Никто про это ничего не знает. Вдруг, ну, понятно, что такие сюрпризы нам устраивают два института. Администрация президента и СССР, значит, либо то вдруг совершенно начинается все эти вот... Появилась программа сноса всех пятиэтажек. Мы в журнале сделали большую дискуссию, пригласили специалистов. Самое потрясающее, рассказывает Евгений Ас, один из ведущих российских архитекторов, ректор Маршин. Он говорит, он позвонил в Советский Союз архитекторов России, позвонил в Советский Союз архитекторов Москвы, спрашивает их, а к вам обращались за какими-то экспертными оценками? Там, связались с другими экспертами. Никто ничего про это не знает. Никто вообще. Плана нет никакого. Никакого. Есть, у нас была Надежда Косоверева, президент фонда Института экономики города, да, спрашивает, к вам обращались. Нет. Вот, а начали на общественную палату, в общественную палату пришли, сказали об этом. А какие-то расчеты? Ничего. Ну, вообще ничего. А это, вообще-то, касается миллионов людей и оценка, значит, бюджет там что-то такое около шести триллионов. И опять мы ничего про это не знаем. Вчера, вдруг вся эта, неожиданно всплыла вся эта история с Российской Академией Наук. Да. Вдруг, значит, истекает контракт у президента Академии Наук Фортова, объявляются выборы, трое снимает свои кандидатуры. И сам Фортов, который накануне собирался выдвигать кандидатуру, вдруг передумывает. То есть, очевидно, совершенно что-то там произошло. Где-то опять надавили по полной программе. Пошли, естественно, разговоры, что один из кандидатов Панченко, это кандидатура, значит, старшего из братьев Ковальчуков. Опять же, друзей Путина. Ну, смертельно это все надоело. Вчера же в ТАСС появляется статья, касающаяся Реномы, Реновы, Виксельберга и так далее. Опять, понимаете, вот невозможно же ничего предсказывать. Вроде накануне там буквально Виксельберг встречался с Путиным, и как-то все было замечательно и хорошо. А сейчас вдруг появляется эта статья, совершенно понятно, что она инспирирована чекистами. Вот эти все бесконечные, неожиданные законы, значит, наезды, непонятно кем и как просчитано решение. Надоели? Смертельно. Невозможно так жить. Открываю сегодня в ведомости, да, на первой полосе заметка о том, что нет, решили все-таки, может быть, не делать вот этот, не увеличивать налог с продажи. Была идея, помните, 22-22, снизить страховые взмузы, потому что они неподъемные совершенно для работодателей, и повысить на НДС. Нет, теперь решили другой придумать какой-то еще налог. Понимаете, ни один, ни страна, ни бизнес, ни отдельные люди не могут жить в ситуации этой постоянной непредсказуемости. Я сейчас ехала на эфир. Опять перекопано почему-то, значит, Тверской бульвар и перекопано опять Никитский. И опять на тех местах, где уже копали. И опять пробкой. Хоть одно предупреждение, ну я не знаю, ну где-то вот повесьте сообщение. Знаете, ребята, избегайте проезда. Понимаете, вот это простое уважение к согражданам, наконец, к налогоплательщикам. Мы оплачиваем все это роскошество московское. У Москвы деньги ровно от того, что мы платим здесь налоги. Опять ничего этого нет. Понимаете, вот от этого ты думаешь, ну уже невозможно. Ну уже сил нет. Отчего они нам еще завтра придумают? Ну и впрочем, сегодня, по-моему, день счастья, да? Возможно. У нас каждый день день счастья. Нет, мне кажется, я видела сегодня заметку Сергея Гуриева, главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития, где он как раз поздравлял всех с Днем, с Международным Днем Счастья. Ну вот нас поздравили в очередной раз. Поздравление с Днем Счастья от Евгения Альбатс, главного редактора журнала The New Times. Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. И снова с вами программа «Особое мнение» в студии Евгения Альбатс, главный редактор журнала The New Times. И в продолжение того, о чем мы говорили, вот этой вот неразберихи, сумбура и странных сюрпризов, которые мы регулярно получаем, я бы хотела, чтобы вы сказали, почему именно митинг против коррупции и даже вроде бы против Медведева конкретно должен быть именно сейчас? Может быть, какие-то другие должны быть требования? Слушайте, ну это не ко мне, естественно, вопрос. Я не политтехнолог, не политконсультант. Я в этом ничего не понимаю. Ну, я не знаю, ну почему. Потому что 10 или там 12 миллионов человек посмотрели этот фильм. И потому что об этом все говорят. И потому что даже те, кто не посмотрели, уже слышали, что Навальный сделал такое расследование. И, соответственно, поэтому, наверное, и есть в этом смысл. Я не знаю, ну потому что это повод. Ну как? Почему мы о чем-то пишем в своей статье? Есть информационный повод. Мы пишем. Ну просто не совсем в Медведеве проблема, как нам кажется. В Медведеве, я думаю, тоже проблема. Ведь часть этой системы. Проблема в этой системе, которая, конечно же, весь этот, все это устройство власти, которое существует в России, это и есть проблема. И то, что несменяемость власти приводит к колоссальной неопределенности, к невозможности что-либо прогнозировать, строить свою жизнь и так далее. Ну вот задайте себе вопрос, Оль. Вот у нас все время, у нас сейчас, у нас новая фишка, да? Когда поняли, что цены на нефть больше 100 в ближайшее время, 100 долларов не будут стоить, да? Они там будут держаться в районе 50. И поняли, что нужно придумывать какое-то, что-то делать. Потому что экономика находится, как говорится, в состоянии стагнации, да? А не растет, и все как-то очень нездорово. И доходы падают, и цены, значит, на продовольственные товары за три года выросли на 36%, а на непродовольственные программы на 31%, на услуги 28%. И посмотрите свои квартплаты, вы увидите, как все растет, да? И падение реальных доходов. Значит, на 15% за два года. Значит, что-то с этим надо делать. Начали говорить, человеческий капитал, человеческий капитал, надо вкладывать в человеческий капитал. Вчера Европейского университета в Санкт-Петербурге отозвано в очередной раз лицензии. Суд принял решение, да? Да, суд принял обозвавшей лицензии. Отзывает второй или третий раз. Вот я являюсь горячим сторонником этого университета, потому что там работают замечательные совершенно специалисты. И Волков, и Гельман, и Хархортина. И там просто это лучше. У нас просто нету нигде больше политических наук, кроме как в Европейской университете. На том уровне, на котором это существует там. Значит, было письмо, была резолюция Путина на письме, который писали Пианковский и ректор университета Олега Хархортина о том, что, значит, поддержать, помочь там и так далее. Было заявление Голодец, что мы не отдаем, так сказать, мы будем биться за этот университет. Вице-премьер российского правительства. Все впустую. Все. Взяли и опять в очередной раз отозвали лицензию. Вот эти бесконечные чекистские активные мероприятия, да, безумно надоели. Понятно уже, что никому из них невозможно верить, включая Путина. Вы согласны с Константином Сониным, что нужно все-таки обратиться опять к президенту? Послушайте, я считаю, что это совершенно бесполезно. Путин отлично знает, что там происходит. Отлично знает. Ему об этом докладывали не раз и не два. И люди, с которыми он много лет проработал. Тот же Алексей Кудрин. И что? Вот интересно, а что тогда делать? Ничего. Ничего. Менять эту власть. Ровно то, что говорит Навальный. Потому что с этими ребятами невозможно больше ни о чем договариваться. Понимаете? Не-во-зможно. И это неважно, это олигарх Виксельберг или это Европейский университет в Санкт-Петербурге. Понимаете? С ними нельзя иметь дело. Но нельзя. Они ничего не контролируют. Или не хотят. Либо они бесконечно со всеми играют в эти замечательные разводки и игры. Мы тебе скажем, все, парень, не волнуйся, поддерживаю. А другому, значит, в погонах можно сказать, да делайте что хочешь. Как они мне все надоели. Понимаете? Но нельзя, невозможно жить, невозможно функционировать нормально ничему. Ситуация, когда ты никому не можешь верить. Когда идет бесконечное издевательство. Это бесконечные активные мероприятия. Эти бесконечные чекистские разводки. Смертельно надоело. Кому-нибудь вот эта ситуация приносит дивиденды? Да, конечно. Вы посмотрите на опубликован новый список Форбс. Люди, близкие к Путину, опять подорожали на несколько миллиардов долларов. И ради этого, в общем-то, все и пришло. Послушайте, несколько миллиардов долларов, это не хрен собачий. Слово из словаря далее. Это, в общем, за это люди убивают. Это много-много денег. Кстати, про людей, которых в том числе и убивают. Вы имеете в виду больше? Вот это вот как бы борьба с коррупцией, или я уж не знаю что, или решение каких-то внутренних проблем. Но все-таки уже топовые фигуры не первый раз попадают в СИЗО. И одного из них вдруг как бы невзначай убивают на глазах, простите, у изумленной публики. Ну, знаете, давайте у бывшего главана Роскосмоса, да, Евдокимова, наверное, есть близкие люди, поэтому не будем спекулировать здесь. Но, во всяком случае, уже, насколько я понимаю, признано, что он был убит в СИЗО. СИЗО водник, который известен как такое очень коммерческое СИЗО. Надо ждать результатов расследования, хотя понятно, что в общей камере, где сидит там 11 человек, как-то странно, чтобы никто не успел заметить, как человека перерезали горло. А ему перерезали горло. Камера номер 600, СИЗО водник. Надо дождаться, конечно, пока с этим разберутся. Но опять, понимаете, мы это знаем, потому что это известный человек. А сколько таких случаев. А вспомните всю историю Магнитского, над которым издевались нон-стоп. Которого просто перекидывали из одной камеры в другую, чтобы он не мог нигде как-то устроиться. Которого укладывали спать рядом с парашей, которая вообще ничем не отделена была и так далее. Это просто мы про Евдокимова знаем. А про Магнитского мы знали, когда он уже ушел в лучший мир, уж точно в лучший мир. Но мы теперь знаем, что никакая должность и никакая известность не защищает ни от чего вообще. И никакое богатство даже. У нас именно в нашей стране существует поговорка, что от тюрьмы и от суммы. Да? Да. Почему же такое количество? Потому что несменяемая власть, Оля. Вот мы все время упираемся в одно и то же. Несменяемая власть. Потому что она удерживается исключительно на страхе. На нашем страхе. На страхе бизнесменов потерять деньги, журналистов потерять работу, сограждан тем, что отнимут последние и так далее. Вот поэтому и до тех пор, пока будет сохраняться этот режим, он будет повторяться все эти истории. Они все связаны с одним и тем же. Что когда у вас несменяемая власть, над властью нет никакого контроля. У верховной власти нет никакого заинтересованности в том, чтобы контролировать ребят в погонах. Потому что это является главной базой, главной избирательной базой и защитой для существующей власти. Для Путина, Медведева и всех остальных. Они на этом, на этих штыках держатся. Поэтому так и будет продолжаться. И до тех пор, пока не сменится эта власть, ничего не им дадут поменять. Понимаете, нельзя добиться счастья для отдельного человека в отдельно взятой стране, если человек не Путин Владимир Владимирович. Нельзя. Нельзя. Нужно, необходимо менять институты. Потому что разрушена совершенно вся институтная база государства. Потому что ты не понимаешь уже, где кто за что отвечает. Почему какой-то отдельно взятый адвокат вносит поправки в закон, который касается налогов, при этом правительству об этом ни сном, ни духом. Как это все может быть? Мне тоже интересно. Это Евгений Альбац, главный редактор журнала The New Times. Со своим особым мнением присылайте свои вопросы. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. На студии Евгений Альбац, главный редактор журнала The New Times. Прекрасный вопрос приходит из Ярославля. Существует ли вероятность ареста Путина за границей? Нет. Я как-то даже не могла себе такое вообразить. Нет, не существует, потому что как президент он обладает иммунитетом. Безусловно. А вот еще интересуется и Самарской области. Что Трамп не едет к Путину, а к другим более мелким, в кавычках. Уже съездил. А что у нас здесь? Что значит более мелким? Ну, видимо, Меркель более мелкая с точки зрения Самары. Меркель приезжала с точки зрения Самары. Ну, хорошо. Это крупнейшая экономическая держава Европы. А Россия, если говорить об экономике, то у нас 1,8, по-моему, или 2% мирового ВВП России. Советский Союз был больше 10% мирового ВВП. Поэтому о чем тут вообще можно говорить? С точки зрения экономики Россия невидимая абсолютно страна. Кстати, 2% мирового ВВП. Евгения Марковна, вы что? Это потому, что у нас есть красная кнопка. Мы в этом смысле такая же великая держава, как и Северная Корея. Которая тоже теперь есть возможность нажать на кнопку и отправить атомную бомбочку, кстати говоря, до нас, им особенно близко. Ну вот приедет Тиверсон, госсвитарь Соединенных Штатов, вместо Брюсселя, не поедет на конференцию министров иностранных дел, значит, Европы, а прилетит в Москву. Ну, вы понимаете, на самом деле, как сейчас Америка к нам относится? Боится, пугается. Нам уже говорят, что у них там истерика. Что вы имеете в виду под Америкой, Оля? Есть Вашингтон. Вашингтон. Есть истеблишмент, да? Да, да. А есть вообще страна. Это же все разные какие-то вещи. У страны-то ладно, у страны другие заботы. У Вашингтона есть такая забота? Если говорить об истеблишменте в Вашингтонском, то крайне отрицательно. Крайне отрицательно. Причем так плохо к нам не относились даже в советское время. В советское время они боялись, отношения с советскими лидерами были чудовищные. Но вот вчера об этом говорил здесь, кстати, Кирилл Рогов. Но советские граждане жалели, что вот они живут в условиях такой жуткой системы, которая сначала их убивает или заставляет голодать и так далее, и так далее. И, значит, у которых нету ни памперсов, ни нормальных презервативов, ни тампокса, ничего. Тогда жалели. А сейчас относятся с брезгливостью. И это связано, конечно, прежде всего с тем, что... Ну, во-первых, это связано с Крымом. С тем, что 86% россиян поддержали аннексию чужой территории. И в этом смысле это было такое совершенно отрыбь для американцев и для европейцев. Потому что... Ну, они привыкли думать, что у России плохие правители. Но как-то оказалось, что вот действия, которые были предприняты Путиным, оказались поддержаны. И оказалось, что на самом деле россиянам все это нравится. И вот это... Потому что Путина хорошо знает свой народ. Ну, я думаю, что просто американцы не понимают, что то, что понимают профессора американских университетов, которые занимаются Россией, что говорить о социологии невозможно совершенно в условиях авторитарного режима. А у нас, ко всему прочему, еще те, кто не врут, к сожалению, у них либо очень маленькая выборка, либо они не умеют делать и не проводят тот статистический анализ, который надо делать и так далее. Вы Леваде Центра не доверяете? Я очень хорошо отношусь к Льву Дмитриевичу Гудкову. И если кому-то и можно доверять, то, конечно, Леваде Центра. Но, к сожалению, все те статистики, она ни о чем не говорит. Ну, просто вот вывод... Она может говорить о каких-то там более-менее трендах. Но совершенно тот статистический анализ, который необходимо делать, не делает ни ФОМ, ни ВЦУМ, ни Левада, они все это не делают. А какой самый главный критерий? Ой, я не могу. Я могу на эту тему разговаривать. Знаете, это самый трудный у меня был предмет в Гарвардсе, статистика политического анализа. Самое тяжелое, что мне, по-моему, в жизни приходилось изучать. Поэтому я говорить об этом могу часами, совершенно бесполезно. Об этом говорить у нас этим не занимаются и не могут заниматься, не хотят заниматься, нету людей, которые могли бы этим заниматься, ну и так далее. В РЭШ это когда-то умели делать, когда там преподавала Катя Журавская и Сергей Гуриев. Я не знаю, как там сейчас происходит с этим всем этим. Просто как совместить вот эту вот совершенно очевидную всеобщую утомленность властью. И действительно, в общем, ну по всем вот этим вот показателям, ну не меньше 60% поддержки этой власти. Две причины. Первая отсутствие альтернативы, потому что альтернатива, откуда люди могут узнать о возможной альтернативе, да? Из источников массовой информации. Источником массовой информации является телевизор. Телевизор ни о ком не рассказывает, кроме Путина Владимира Владимировича. И иногда Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну вот сейчас про Навального рассказывали, даже митинг объяснили, где будет. А вот. Ну, значит, вот я смотрю регулярно, значит, самую популярную программу «Вести недели» Кселева. Там люди из нее узнают о великих военных победах России, о том, как все замечательно происходит то в одной области, то в другой. О том, какие все-то кругом идиоты, значит, как вообще умирает практически Европа. И, я не знаю, там тонут Соединенные Штаты, но, правда, сейчас есть некоторые разочарования, потому что вроде Трамп-то наш, а вроде не совсем наш. Но у людей нет практически возможности узнать об альтернативе. Это либо интернет, да? Независимых СМИ, как вы знаете, осталось две с половиной штуки. Поэтому у людей, первое, нет альтернативы, и второе, абсолютно апатия, ощущение, что ничего изменить нельзя. Это, к сожалению, родовая черта авторитарных режимов. Есть классический пример Египта, где 30 лет у власти был мубарок, где было, ко всему прочему, еще чрезвычайное положение, запрещены политические партии и так далее. В результате единственная партия, которая могла образоваться, это братья-мусульмане. Чем это закончилось, мы знаем. Чем закончилась египетская весна. Авторитарный режим оставляет после себя выжженное поле. Нам ведь очень повезло, что у нас есть Навальный, на самом деле, потому что это вообще удивительно. Это надо иметь вот такую силу духа, какая есть у Алексея Анатольевича, чтобы, несмотря на все то, что с ним делают, и с его семьей, и уголовные дела против родителей, и посаженный, сидящий постоянно в одиночке Олег Навальный, брат, да, и постоянная прослушка, подглядывание и так далее. Вот, чтобы все это выдержать и продолжать отстаивать свою позицию. В этом смысле, конечно, Навальный вызывает колоссальное, колоссальное уважение. Так вот, в этом же вся проблема, что люди не видят, и это вызывает отсутствие альтернативы, вызывает апатию. Ничего изменить нельзя. Ничего не изменить нельзя. Происходит такая дисперсия общества, атомизация общества, уход, так сказать, в собственные квартиры, только чтобы нас не трогали. Но они все равно приходят и трогают. Просто мы же видим по всем этим историям, там, с той же, там, Чудновец или... Севастиния. Севастиния. Или приходят и трогают, или, там, блогера, который, там, за очередной какой-то перепост взялись сажать в очередной раз, да, они все равно приходят. Это иллюзия, что таким образом можно защититься. Вот я не участвую в политике, и мне удастся... Нет, чем больше вы не участвуете в политике, тем скорее к вам придут. Это же ровная такая закономерность. К сожалению, люди пока не почувствуют это на собственной шкуре, они думают, нет, ну меня пронесет, я же вот тут, я же... Ну, даже те, кто почувствовали на собственной шкуре, достаточно часто говорят о том, и мы вот только что увидели яркие примеры, что все равно, все равно власть, она, она как бы моя, родная, и на самом деле царь хороший, бояре плохие. Мы совершенно этого не знаем, мы совершенно не знаем, потому что для того, чтобы утверждать, что мы знаем, как люди относятся к тому или к другому, или к третьему, первое, вы должны изменить телевизор, вот сразу, потому что пока все, что мы меряют, то, что мы слышим, это то, что люди считывают с телевизора. Вот они слушают телевизор, да, шинкуют капусту, там, варят борщ, и слушают телевизор, и потом выдают, им звонят по телефону, и говорят, как вы, вот в следующем воскресенье, если будут выборы, вы проголосуете? За кого проголосуете, да? Вы проголосуете за Путина? Только идиот, или такие сумасшедшие, как мы с вами, Оля, которые работают на Эхо Москвы, или в журнале Нью-Тайвис, и не могут участвовать в вопросах, да, скажут, что нет, не проголосуют, или я вот, я скажу, нет, я никогда не голосовала, и никогда не буду голосовать за Путина. Но нормальный человек, он думает, так как я сейчас скажу, что он, я не буду голосовать за Путина, а завтра ко мне придут чекисты. Он все ведь знает, он знает, что власти чекисты, он знает, что они уже давно миллионеры-миллиардеры, что они жизнь положат, чтобы эта власть сохранилась навсегда, потому что они потеряют свои миллионы и миллиарды в ту секунду, как эта власть уйдет, ну и так далее. Поэтому нельзя этому совершенно, мы не знаем, что на самом деле люди думают. Но я вам скажу, вот, судя по тому, как то, что происходит в городах, где Навальный открывает штабы, и какие выстраивают сюда очереди, да, пусть это 300-400 человек, но это активная часть населения. Понятно совершенно, что у людей есть голод уже по нормальной политике, да, что вот, ну вот достали. К сожалению, власть всеми силами добивается, чтобы это достали, вырвалось на улицу в каких-нибудь совсем жестких формах, чего ни вам, ни мне, ни тому же Навальному совершенно не хочется. Вот о революции видит Бог. Мы как-то вот сейчас столетие февральской революции, мы все много чего по этой теме читаем. Ну, знаете, вот паразитный, я тут читала сегодня ночью дневник московского мещанина Окунева, 20-й год. — Нет, я читала в интернете, честно говоря, Иван Давыдов мне посоветовал эту книгу. Так вот, и вдруг там он пишет о том, что была самая на, значит, на... — Господи, как же это около ЦУМа, как эта улица, которая идет вверх? — ЦУМа, нет, нет, ну там улицу называют... — Варварка? — Крестовский, нет, Варварка или Инка? — Ну, не важно. — Никольская. — Нет, нет, это уже на той стороне, я имею в виду от ЦУМа к Лубянке. — А, ЦУМа, да. — Неважно, значит, там была самая известная в городе, 20-й год, в городе Парикмахерская, теперь, пишет Мещинин Окунев, висит табличка только для сотрудников МЧК и ВЧК, 20-й год. Вы понимаете, вот все то, что... Только-только они пришли к власти, 3 года, да, в 18-м году создали ВЧК. А уже в 20-м лучшая парикмахерская города обслуживает только головы, стрижет только сотрудников Московского ЧК и Всероссийского ЧК. Ну, вот это вот... — Выход-то есть? — Выход, я уже сказала, смене власти. — Конечно. — Конечно, есть, такой, какой придуман во всех странах мира. Если у вас сменяемая власть, вы чего-то от нее можете требовать и на что-то надеяться, а иначе никакого. Это Евгения Альбас, главный редактор журнала «The New Times» со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.